Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Ротуар готов. Он находится уже за строительным забором. И просто сейчас проблема в том, чтобы этот забор сдвинуть. Состоялась очередная встреча с жителями в формате выездной администрации. Надо украшать город и зеленять, чтобы было здорово и красиво в нем жить. На Комсомольском проспекте высадили аллею ЛИП. Собирали примерно неделю. С той недели, как увидели, сразу кинули клич и начали собирать. В Люберцах прошла акция «Сдай макулатуру, спаси дерево». У нас настрой боевой, потому что нас очень хорошо поддерживает спорткомитет. О турнире по волейболу среди участников клуба «Активное долголетие» расскажем в финале выпуска. А теперь подробнее об этих и других новостях. В администрации округа состоялось еженедельное оперативное совещание. О проделанной за минувшую неделю работе отчитали с руководителей структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб. За прошедшие 7 дней в Люберецкую полицию поступило 2200 обращений. Возбуждено 26 уголовных дел, 20 раскрыты по горячим следам. Произошло 140 ДТП с четырьмя пострадавшими. Аварийных ситуаций на объектах вода, теплогаза и электроснабжения не зафиксировано. К осенне-зимнему периоду округ готов. «С начала отопительного сезона у нас по территории городского округа Люберца начинается при температуре плюс 8 в течение пяти суток, если температура идет на снижение. На сегодняшний день администрация контролирует совместно с гидрометцентром температуру наружного воздуха. Как только данные параметры будут обеспечены, своевременно будет принято постановление о начале отопительного сезона». В первую очередь тепло дадут в поликлинике, больнице, детские сады и школы. Продолжается в округе комплексное благоустройство 27 дворов. «Выполнены уже работы по ремонту и замене асфальтобетонного покрытия, проездов, тротуаров, пешеходных коммуникаций. На 12 дворовых территориях помимо ремонта асфальтобетонного покрытия требуется и модернизация детских игровых площадок. В ближайшее время приступим к установке малых игровых форм и, соответственно, резинового покрытия». На совещании обсудили вопросы содержания автомобильных дорог и остановочных павильонов, ямочный ремонт, уборку мусора и опиловку деревьев. Узнали об очередных спортивных достижениях люберчан. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Очередная встреча с жителями прошла в формате выездной администрации. Люберчане задавали вопросы руководству муниципалитета, представителям управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, а также сотрудникам правоохранительных органов. С какими проблемами обратились жители, расскажем в сюжете. Встречи с жителями – это всегда важно. Поднимаются вопросы, которые наиболее волнуют люберчан. Формат выездной администрации помогает ускорить процесс решения проблем и взять под контроль новые задачи. Дети ходят вдоль строительного забора по кусочку земли шириной 1 метр. То есть без должного освещения асфальт уложили на этом кусочке только на прошлой неделе. То есть все это время даже асфальта там не было. Тротуар готов, он находится уже за строительным забором. И просто сейчас проблема в том, чтобы этот забор сдвинуть. Не остается равнодушным и к облагораживанию территории. С наступлением зимы Содружество активных жителей городского округа Люберцы планируют проводить соревнования по хоккею. И представители пришли с просьбой о содействии в подготовке площадок для турниров. Сейчас мы пришли для того, чтобы у нас поскольку-поскольку зимний период, и мы организуем турниры дворовых команд по хоккею. Готовим сейчас команды, и мы подготавливаем инфраструктуру хоккейных площадок для того, чтобы проводить вот такие вот мероприятия. На встрече все обращения были приняты в работу. Назначили ответственных по проверке результатов. Информацию о следующих встречах можно узнать на официальном сайте и в соцсетях администрации городского округа. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В администрации Люберец провели заседание Совета депутатов. Народные избранники внесли изменения в бюджет городского округа на 2023 год, а также рассмотрели ряд имущественных вопросов. Обо всем подробнее расскажет наш корреспондент. Первый вопрос в повестке заседания – внесение изменений в бюджет городского округа Люберца. Его доходную часть предложили увеличить на 934 млн 922 тыс. рублей, а расходную – более чем на 1 млрд. В результате вносимых изменений дефицит бюджета увеличится на 434 млн. рублей и составит 1 млрд. 268 млн. рублей. Внесение изменений связано с последующим причином. Это изменение закона Московской области в бюджете Московской области на 2023 год и плавного периода 2024-2025. И изменение государственных программ Московской области и программ городского округа Люберца. Это решение депутаты городского округа Люберца поддержали единогласно. Также народные избранники дали согласие на передачу в собственность Московской области архивных документов, которые находятся в муниципальной собственности городского округа Люберцы. В настоящее время нами подготовлены перечни архивных документов, которые мы передаем в Московскую область. Это у нас первый перечень документов, хранящийся в архивном отделе управления делами администрации городского округа Люберца, находящийся в муниципальной собственности. И второй перечень архивных документов – это хранящийся в архивном управлении делами администрации, находящийся в государстве муниципальной собственности, которые также подлежат передаче. Участники встречи ознакомились с новыми правилами коммерческого использования муниципальных жилых помещений, а также порядком формирования специализированного жилищного фонда. Кроме того, они утвердили положение о молодёжном парламенте при Совете депутатов городского округа Люберцы. Луиза Игия Зарян, Денис Заугольников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Началось благоустройство парка в деревне Марусино. Здесь создадут комфортный прогулочный маршрут, организуют места для отдыха детей и взрослых, расчистят русла реки Чернавки. Какие работы уже выполнены, узнали мои коллеги. На самом деле это первый этап в этом году. Мы вторым этапом на следующий год будем продолжать этот проект. Да, продолжаем. И сама концепция, как будем делать, что будем делать. В любом случае, это только жителями. Уже в следующем году будущая зона отдыха площадью почти 4 гектара примет новый облик. В рамках благоустройства рабочие уже сделали дренажную канаву для отвода воды с территории. Вырубили аварийные и сухостойные деревья. Песчаная подушка для велосипедной дорожки почти готова. Ждали мы этот парк давно. С 2014 года начинали эти работы по парку. Сажали деревья, но всё было как-то запущено. Просто мы его очень ждём и надеемся, что здесь будет всё то, что мы хотим. И велодорожки, и детские площадки, и скамейки, где можно будет отдохнуть. Мы так благодарны администрации, что наконец-то у них дошли руки до нашей деревни Марусина. Чтобы вот сюда нам дорожку хорошую сделали. И в храм мы ходили по этой дорожке, и сюда мы ходили. Везде будем. На старости лет пришла к нам цивилизация. В этом году здесь создадут комфортные условия для пеших прогулок, обустроят велосипедные дорожки с покрытиями цветного асфальта, установят детский игровой комплекс и спортивную площадку, сделают освещение. Система «Безопасный регион» будет интегрирована в этот парк. И, конечно же, это место очень долго ждали все жители. И Марусина, и Машкова, и Матюкова. Это единственная территория, где можно будет отдохнуть, провести время. Вместе с жителями мы будем принимать решения. И только по их подсказкам будем делать то, что необходимо, и то, что жители считают правильным. Первый этап благоустройства парка в Марусине завершат к концу года. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В городском округе Люберцы продолжается акция «Наш лес, посади свое дерево». В этом году экологический проект проходит каждую субботу в период с 16 по 30 сентября. Одна из массовых посадок была организована на Комсомольском проспекте. Там работали мои коллеги. Солнечная погода, хорошее настроение, музыка и рабочий инвентарь. Что еще нужно для успешной посадки деревьев? На Комсомольском проспекте собрались трудовые коллективы городского округа Люберцы. Многие из них – постоянные участники этой акции. Надо украшать город и зеленять, чтобы было здорово и красиво в нем жить. Не осталось в стороне и большая семья Шибаевых. На посадку деревьев пришли все и дружной командой. К участию в экологическом проекте подготовились основательно. Надо сначала откопать, потом дерево посадить, потом закопать. Ну, город, очень много здесь бетона, хочется побольше зелени, воздуха. Чтобы дети понимали, что природа – это важно, что это ценно, и поэтому приобщаем их. На аллее, расположенной между автомобильными дорогами, высадили около ста саженцев липы. В этом году акция «Наш лес» проходит только в черте городского округа. Потребность, потребность жителей, обращение жителей. Конечно, мы прекрасно понимаем, что люди из своих окон, проходя мимо дорог на работу, хотят видеть озелененную территорию. Поэтому решили, что да, в этом году мы по городскому округу, по городским территориям и по дворовым территориям будем высаживать деревья и кустарники. Всего в этом месяце в городском округе планируют высадить более тысячи зеленых насаждений. Узнать о местах проведения экологической акции можно на сайте администрации «Люберец». В Московском областном центре охраны материнства и детства городского округа Люберцы возобновляют дни открытых дверей для будущих мам. Каждый раз это новая полезная лекция. Такие мероприятия организуют для ознакомления и облегчения самого процесса беременности. Подробности узнала наша съемочная группа. Дни открытых дверей в Люберецком роддоме проходят каждый вторник в 15.00. На лекции приглашают врачей, акушеров, гинекологов и дуолов. Которые раскрывают секреты легких родов. На одной из таких встреч рассказчиком был Николай Синев. Сегодня расскажу, познакомлю вас с нашим родильным домом. Расскажу, какие документы вам нужно будет брать с собой, какие вещи, каким образом можно сюда поступить. Вопросов у будущих мам всегда возникает много. Начиная от вещей, которые нужны будут в роддоме, до принятия решения о партнерских родах. Николай Синев, или как его прозвали роженицы, танцующий доктор, на лекции поделился своими методами облегчения родового процесса. Это элемент мягких родов. Это элемент активного поведения в родах. То есть, когда пациентка находится в вертикальном положении, ребенок за счет того, что, во-первых, смена во время танца, меняется угол наклона, угол поворота таза, и ребенок приспосабливается гораздо проще. Таким простым и нехитрым способом, с помощью заучивания танца и движения под музыку, боль рожениц отходит на второй план. Посетить полезные лекции может каждая желающая будущая мама, которая состоит на учете в Московском областном центре охраны материнства и детства. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. 27 сентября в России отмечают День воспитателя и всех дошкольных работников. Идея праздника – обратить внимание общества на сложную, но важную профессию. Наша съемочная группа побывала в детских садах городского округа Люберцы. И сички на леда, за следой четверг, волк глазами светлых! Елена Керова больше 15 лет своей жизни посвятила детям, отдает им свою заботу и любовь. Однако в профессию попала не сразу. В работники дошкольного образования ее привела маленькая дочь, которая впервые пошла в детский сад. Так и появился интерес к работе с малышами. И по завершению педагогического университета профессия воспитателя заиграла другими красками. Говорят, что в профессии не бывает лишних людей. И мне кажется, что в детском саду остаются только те люди, которые действительно любят свою работу, любят детей искренне, открыто. Потому что дети каждый день у нас не похожи ни на один другой. И чтобы детям и родителям было интересно со мной работать, я постоянно повышаю свою квалификацию. Елена принимала участие в конкурсе «Педагог года» и дошла до финала в этом году. В своей группе проводят занятия, которые прививают малышам трудолюбие и интерес к окружающему миру. Она, как настоящий педагог, ищет подход к каждому ребенку. После пришел кто это? Старичок, ясовичок. И он, ребята, приглашает нас поиграть. Хотите поиграть? Преемственность поколений – необратимый процесс. Алла Ерохина хотела преподавать историю, но ей выпала возможность поработать с дошкольниками. И пришло осознание, что это дело ее жизни. Алла совершенствует экспериментальные занятия, которые впоследствии вызывают у дошколят неподдельный интерес к творчеству и науке. Но самое главное все же – это ее любовь к детям, ведь они это чувствуют. Я пришла в детский садик, так как почувствовала, что это мое. Потому что предыдущая работа меня потолкнула с общением дошкольного возраста. Я вот так, сказать, решила продолжить свою деятельность. Здесь детки очень открытые, они любознательные. И хочется их оберегать, дарить им свою любовь взамен. Я им помогаю познавать мир. То есть я такая у них, как вторая мама, так сказать. Молодые воспитатели могут найти современный и подвижный подход к обучению. Они активны и полны новых идей. В то время как педагоги с большим стажем прививают детям терпение и передают свои знания, накопленные многолетним опытом. Несмотря на разные методы работы, всех преподавателей объединяет одно – это любовь к детям. Анастасия Кладинова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Еще один мурал, созданный к 400-летию Люберец, украсил торец многоквартирного дома на Комсомольском проспекте. На нем изображена 15-кратная рекордсменка мира по вертолетному спорту Инна Капец. Наша съемочная группа познакомилась с художниками, которые воплотили этот проект в жизнь. Работа над созданием этого мурала началась в середине сентября. И уже сегодня художники наносят последние штрихи. Доводят до совершенства каждую деталь и добавляют краски для более яркого изображения. Несмотря на сложные задачи, они справились с ней на отлично. Постоянно и люлька шатается под ногами. Ну и такая работа по подвижности очень высокой требует. Привыкаешь и уже представляешь, находясь в какой-то точке, как она будет выглядеть издалека. У меня сестра занимается авиацией. И мне тоже в некотором смысле близка эта тема. Мне это было очень приятно. Мы участвовали в различных фестивалях в Великом Новгороде, на Валдае. Поэтому периодически сталкиваемся с такой тематикой. Но кроме этого, вообще это наша основная работа получается. То есть мы художники широкого формата. Но очень приятно, когда в летний сезон доводится расписать какие-то большие масштабные проекты. Для того, чтобы нарисовать портрет легендарной летчицы, художникам пона добилось более 100 литров фасадной краски и 500 аэрозольных баллончиков. Теперь этот мурал стал еще одной визитной карточкой Люберец. Идеально. Молодцы. Получаем удовольствие. Очень украшилось. Кто это сделал, кто это придумал. Молодцы. Мы за двумя руками. Очень круто, классно и вообще прекрасно выглядит. Очень нравится. Во-первых, контракт такой. Вот такие оттенки подобраны. Очень хорошо передают ее красоту, внешность. Вообще все передает. Красиво, очень здорово. Муралы с изображением великих личностей. Еще один подарок жителям Люберец в честь 400-летия города. Торцы домов уже украшают портреты первого космонавта Юрия Гагарина, советских авиаконструкторов Михаила Миля и Николая Камова, а также героя России Михаила Беляева. Луиза Иги Азарян, Петр Пономаренко, Артем Морозов. Телеканал ЛРТ. Почетного гражданина Люберецкого района, мастера спорта СССР, международного класса Инну Капец поздравляли с юбилеем. Легендарной вертолетчице 85. Одним из первых, знаменитую люберчанку, приехал поздравить глава округа Владимир Волков. Мы с цветами. Это наши полевые люберецкие, как мы шутим. Инна Андреевна, с днём рождения. Спасибо. Инна Андреевна, очень рад вас видеть. Хорошее настроение. Настроение хорошее, бодрое. У меня хорошее настроение тоже. Я знаю, что вы у нас будете хорошие руководители. Я это знаю. В 60-е годы Инна Капец попала в первый набор женщин-вертолетчиц при Калужской центральной планерной школе ДОСААФ. В составе экипажей, командиром которых была она, на вертолетах Ми-1, Ми-8 и Ми-26 установила 15 мировых рекордов. Некоторые не побиты до сих пор. Надо было показать, что наша вертолетная техника не хуже, чем за рубежом. Понимаете? Ну и кто? Рекорды женские, да? И вот только в 67-м году мы пошли только в Ми-8. Самая вот сейчас водовая машина. Одна из лучших. У меня тогда было уже 3000 налетов. Налет, конечно, серьезный. За свою летную жизнь Инна Андреевна налетала 11,5 тысяч часов. Из них более 8 тысяч в Сибири. Поздравления с юбилеем поступают из разных уголков России и мира. Многие приехали поздравить лично. От семей ветеранов и участников специальной военной операции, от жен, матерей, от их родных, мы поздравляем вас с днем рождения. Желаем вам здорового, долголетия. Не обошлось в день рождения без сюрпризов. Директор Люберецкой центральной библиотеки Евгения Ерченкова подарила настенный ковер с изображением Сергея Есенина. Мы знаем, что это ваш любимый поэт. Знаем, что вы у нас много лет в библиотеку ходили, в роднике понимали участие. Вы человеческий человек, который любит поэзию. Я, честно говоря, не ожидала, что вот даже вот столько вокруг меня, ну как-то, мы работали, жили скромно, как говорится, про себя, вот. А тут столько мне на старости лета, в возрасте моем, столько внимания. Я очень рада всем вам посмотрела на молодежь и для себя решила. Слава Богу, есть на кого отставить Россию, нашу русскую землю. По словам Инны Капец, еще одним подарком к ее юбилею стала новость. Лицее номер 15 присвоено имя авиаконструктора Алексея Черемухина. 91 год назад на первом советском геликоптере он установил в Люберцах мировой рекорд высоты полета – 605 метров. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В городском округе Люберцы продолжается «Медиа-неделя». Еще одним событием в рамках этого проекта стал выход в свет первого журнала в истории врачевания «Здоровый округ, Люберецкий округ». На презентации нового издания работали мои коллеги. «Разрешите искренне поздравить нас всех с таким мероприятием, с выпуском такого журнала, еще и в такой для нас важный год – 400-летие нашего городского округа». Новое издание – очередной подарок люберчанам к юбилею города. Главный редактор журнала Наталья Феоктистова, действующий главврач, член общественной палаты городского округа Люберцы, где она курирует вопросы здравоохранения. Идея создания журнала родилась давно, но только после огромной проделанной работы «Выпуск в руках читателей». Я очень поддерживаю Наталью Львовну и всю команду, которая готовит этот журнал к выпуску. И очень рада этой инициативе, потому что считаю, что крайне важно говорить о теме здоровья с позиции людей, практиков. Память о наставниках, победах над болезнями и достижениях прошлых лет будет запечатлена на страницах журнала. Исторические моменты появления больниц в Люберцах. В первом номере журнала сделали акцент на врачах, которые работали в городском округе еще в довоенное время. Цель – сохранение истории. Во-первых, врачевание на территории Люберецкого округа Люберцы. И, конечно, каждому было бы важно знать о том, как правильно сохранить здоровье, как ухаживать за ребенком, как что-то новое появляется в здравоохранении. И это будет первоисточник. В журнале Люберецкие врачи делятся полезными советами. Как вести правильный образ жизни, как оказать первую медицинскую помощь и как сохранить свое здоровье. Также на страницах нового издания можно узнать о профилактике различных заболеваний. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В конце сентября во всем мире отмечают День туризма. В городском округе эта дата не осталась незамеченной. Сотрудники музейно-выставочного комплекса провели для всех желающих познавательную экскурсию по знаковым местам города. Тему продолжит наш корреспондент. И вот мы с вами продвигаемся по улице Звуковой, которая сейчас полностью поменялась. Она стала таким центром города. Идем мы с вами в парк, который был основан, запоминайте, в 1705 году. И разбил его Александр Данилович Меншиков. Идемте. Центральный парк – одна из главных исторических реликвий городского округа Люберца. Именно поэтому празднование Дня туризма стартовало здесь. Участники экскурсии под открытым небом узнали об интересных фактах, связанных с этой локацией. Познавательную беседу продолжили за чашечкой чая. Здорово, что нам сентябрь благоволит так замечательной погодой, что сегодня мы приготовили уникальную экскурсию по парку. Какой у нас сейчас замечательный город. Как мы растем, как мы развиваемся. И это хочется показать всем и вся. Вот к нам приехали гости из Москвы, из ближайшего Подмосковья. Здесь не только Люберецкие наши граждане. Следующая точка экскурсии – Люберецкий краеведческий музей. Кладезь ценной информации, где историю родного края можно не только услышать, но и увидеть. В этом проходе всегда существуют временные выставки. Как раз вот эта выставка посвящена 400-летию города Люберцы. Я из фондов вынула все те предметы, которые никогда посетители не видели. Чудесная экскурсия была по парку. Экскурсовод с абсолютно профессионализмом. Все это нам доходчиво рассказывает. Очень интересно. Спасибо. А вот сейчас вот в музее находимся. Вот тоже великолепный музей. Я к своему стыду впервые здесь. Но думаю, что не последний раз буду осваивать все эти залы. Музейно-выставочный комплекс – ключевой объект внутреннего туризма в городском округе Люберцы. Он состоит из трех структурных подразделений – картинной галереи Люберецкого краеведческого музея и музея истории и культуры поселка Малаховка. Каждый год эти учреждения посещают более 20 тысяч человек. И каждый раз посетителей ждут новые интересные проекты. Каждый год в сентябре в городском округе Люберцы проходит «Медиа-неделя». Это проект, обвиняющий сотрудников СМИ, представителей общественных организаций, а также местных и региональных властей. Что на этот раз приготовило журналистское сообщество, узнаем в нашем следующем сюжете. 17-я по счету «Медиа-неделя» стартовала в музее Великой Отечественной войны. Здесь собрались ветераны, школьники, журналисты и депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско. В начале встречи они поздравили с 90-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны, полковника авиации Владимира Сгибнева. Спасибо, поздравляю. Этим же составом участники первого дня «Медиа-неделя» отправились в конференц-зал. Встреча продолжилась в формате диалога между школьниками и представителями старшего поколения. В год 400-летия Люберец ребятам показали слайды со старыми фотографиями города, рассказали об истории родного края. Храм Преображения, он стоял на берегу реки Либереце и, естественно, был разрушен в силу разных обстоятельств. И сегодня вы знаете, где этот храм Преображения находится, да, на остановке школа. Сегодня Люберце – это современный округ, который считается одним из самых густонаселенных в Московской области. Дмитрий Дениско рассказал школьникам о ближайших планах по развитию муниципалитета и выслушал их предложения. «Один из самых популярных видов транспорта у молодежи сейчас – это самокаты, электросамокаты и велосипеды. Но никакой велоинфраструктуры у нас в городе практически нет». Пожелания молодежи депутат Московской областной думы взял к себе на заметку. Вот так продуктивно в городском округе прошел первый день медианедели. «Мы стараемся не прерывать традицию, потому что все-таки медианеделя, ее главная цель – это подчеркивать необходимость, востребованность профессии журналиста, в том числе и местной прессы. Потому что местная пресса, мы как бы фиксируем те события, которые происходят на территории, фактически пишем летопись. Сегодня непростое время, и поэтому в это время важно сохранить преемственность, в том числе и поколений». Программа «17-я медианеделя» по традиции включит в себя «Дни открытых дверей» в редакциях газет, журналов и телевидения, а также презентацию новых изданий. В Люберцах прошла традиционная экологическая акция «Сдай макулатуру, спаси дерево». Жители городского округа, как всегда, проявили активность и внесли весомый вклад в сохранение природы. Как все прошло, покажем в следующем материале. Акция «Сдай макулатуру, спаси дерево» проходит два раза в год. Весной и осенью жители городского округа Люберцы приносят в Центральный парк ненужную бумагу, старые газеты, журналы, книги и картон. Многим может показаться, что это ненужный мусор, но на самом деле макулатура – ценный ресурс. 100 килограмм макулатуры – это одно спасенное полноценное дерево. Это очень важно по причине того, что это наш кислород в первую очередь. Для того, чтобы вырастить дерево, должно пройти десятилетие. Для того, чтобы его срубить, можно потратить полчаса. Надо не допускать эту вырубку максимально, сохраняя зеленые насаждения путем перерабатывания в торсырье. К экологическому проекту по традиции подключились школьники городского округа. Но на акции можно было встретить людей разных возрастов и профессий. Собирали всем отделом, ну не знаю, может килограмм 200 и привезли сегодня. Собирали примерно неделю. С той недели, как увидели, сразу кинули клич и начали собирать. Два года собирала макулатуру. Теперь вот у меня 50 килограммов набралось. И я передаю на пользу, на переработку, чтобы не трогали леса, не трогали деревья. Я пришла сюда с своим классом, мы очень активно провели время. Мы собрали большое количество макулатуры и помогли нашей природе. Среди тех, кто внес вклад в сохранение зеленого фонда, глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Он также сдал макулатуру и поприветствовал участников акции. Благодаря вот этой вашей хорошей, позитивной работе, конечно, вырастет много больших деревьев. Поэтому спасибо вам огромное за это. Будьте всегда активны. Люберцы – самый активный город, так? Да! Весной этого года жители Люберец собрали 12 тонн макулатуры. Ожидается, что по итогам осенней акции эта цифра будет еще больше. За активное участие в экологическом проекте городской округ получит саженцы деревьев. Луиса Игия, Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Еще один фестиваль прошел на выходных в Центральном парке Люберец. На этот раз жители городского округа пригласили петь и танцевать под дождем. Их ждали дефиле с зонтами, яркие осенние фотозоны и музыкальная программа. Обо всем подробнее наш следующий сюжет. Ждем мы следующего участника. Это настоящий зонтик с домиком. На создание этого креативного зонтика Артур Ольханский потратил весь вечер. Тщательно продумал дизайн, вооружился подручными средствами и взялся за работу. Воплотить идею в жизнь мальчику помогла мама. Мы были вдохновлены сказкой «Конек-бурбунок», а именно частью ее «Чудо-юдо-рыбакит». На нем было поселение, мы решили тоже сделать. Картон, краски и киндер-шюрприз. Несмотря на солнечную погоду, зонтиков в Центральном парке было много. Свои авторские работы продемонстрировали около 20 детей, а зрители выбрали лучшие. Всех, кто своими руками украсил главный осенний аксессуар, ждали призы и подарки. Мама и папа мне помогали этот зонтик делать. И шариков воздушных. Очень рад, как получилось. После дефиле и награждения участники фестиваля приняли участие в ярком флэш-мобе. Площадь перед сценой запестрела разноцветными зонтами. Песня, движение, снимай, погружение. Луиса Эйгия, Зарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Программа «Активное долголетие» не перестает удивлять. Количество участников проекта губернатора продолжает расти. В Подмосковье одно из популярных направлений – скандинавская ходьба. Как проходят тренировки в городском округе Люберцы, узнала наша съемочная группа. Вверх, назад, вниз. И делаем. Раз, два. Активный образ жизни помогает чувствовать себя в самом расцвете сил. Хороший настрой, палки и желание быть здоровым – это все, что нужно для занятия скандинавской ходьбой. Я ушла на пенсию и не знала, чем заняться. Увидела подружек своих, и они мне посоветовали заниматься скандинавской ходьбой. Я пришла, но мне очень понравилось, и я стала ходить. Что дает эта ходьба? Здоровье, общение. Как правильно идти и какой держать темп, подсказывает профессиональный тренер. Многим ходьба помогла преодолеть разные заболевания. А совместные тренировки – уже неотъемлемая часть жизни. Время, проведенное вместе, дает заряд энергии и бодрости на целый день. Мне 76 лет. И меня очень мучает гипертония. Это основное мое заболевание. Конечно, я очень скептически относилась к скандинавской ходьбе и вообще к упражнениям физическим. Как-то всю жизнь обходилась без них. Посмотрела, думаю, боже мой, так это действительно путь к здоровью. Вот и я здесь не пропустила ни одного занятия. И действительно, когда вот высокое давление, таблетки-то надо пить, поднимайся и иди. Вот так тебе будет лучше. После тренировки – разминка для расслабления мышц и дыхательная гимнастика. Приобщиться к здоровому образу жизни можно два раза в неделю на часовой тренировке. Нам счастливый этот случай предоставила судьба. Всем здоровья прибавляет скандинавская ходьба. Анастасия Кладинова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Продолжаются мероприятия под эгидой празднования 400-летия города. Еще одним событием, посвященным большому юбилею, стали соревнования по спортивному ориентированию. В них приняли участие как взрослые, так и дети. В парке «Лесная пушка» можно встретить бегунов с номером на груди и с бумажкой в руках. Это участники соревнований по спортивному ориентированию. В спешке выполняют последние задания и преодолевают завершающую дистанцию. Сегодня были соревнования в дисциплине «Выбор». То есть нужно было выбрать из 20 пунктов всего лишь 10, 12, 15, в зависимости от положения. И пройти как можно быстрее. На данной местности вокруг нас стоит 21 контрольный пункт. Допустим, я бегу 10 группу мальчики и я выбираю из 21 пункта 10 пунктов, задаю себе оптимально короткий, быстрый вариант бега и пробегаю эти пункты. Спортсменов, которые пробежали свою дистанцию быстрее всех, наградили сразу после соревнований. Две сестры, Анна и Екатерина Углева, оказались на одном пьедестале. У младшей третье место, а у старшей первое. Крутые кубки, они очень крутые. И вообще их идеально получать. На многих соревнованиях просто медали, а тут и кубок, и медали. Вообще круто. Мне сказали пробежать, но я сказала, что я не буду просто бежать, я буду бежать на какое-то место. Потому что для меня 10 группа это не сильно такая группа. Всего в соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов в возрасте от 4 до 65 лет. Победителей и призеров отметили в каждой группе. Луиза Игия Зарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В округе провели соревнования по художественной гимнастике «Осенний триумф». Это ежегодный турнир, который проводят в начале нового спортивного сезона, чтобы выявить перспективных гимнасток. Наша съемочная группа следила за выступлениями и награждением участниц. Уже в 11-й раз Люберцы становятся площадкой проведения одного из крупнейших региональных турниров по художественной гимнастике. На этот раз «Осенний триумф» собрал около 450 спортсменок из 20 округов Московской области. Самым младшим участницам соревнований 5 лет, самым старшим 17. В целом все гимнастки практически готовы к началу сезона, потому что сезон только начинается. Все уже ворвались уверенно в сезон. Командные упражнения прошли 24 числа, а теперь остались только гимнастки в индивидуальной программе. Сильнейших спортсменок судьи турнира отметили медалями и памятными подарками. Вместе с гимнастками, занявшими призовые места, чествовали их тренеров. Дарья Полякова из Люберец – победительница среди девочек 2016 года рождения. Под руководством своего наставника Анны Смирновой занимается этим видом спорта с 4 лет. Я очень давно хотела заниматься с ленточкой, потому что это очень красиво. Я всегда буду тренироваться очень хорошо. Ждали, работали, очень много сил на это тратили, времени. Очень рада, что все наши труды были не напрасны, и мы заняли первое место. Городской округ Люберцы на этих соревнованиях представили 45 гимнасток. Многие из них заняли призовые места на пьедестале почета. В Санкт-Петербурге завершились всероссийские соревнования и Кубок России по ушу. С состязаний, которые проходили с 19 по 24 сентября, семер воспитанников Люберецкого клуба единоборств «Кобра» вернулись чемпионами. Как спортсмены готовятся к новым победам, расскажет Богдан Колесников. Перед началом тренировки – суставная разминка, растяжка, упражнения на координацию движений. Чтобы добиться хороших результатов, считает мастер спорта России по ушу саньда и кикбоксингу Вадим Макшанов, нужно тренироваться каждый день. Левый лоу, левый прямой и правый мидл кик. У нас вся левая сторона работает, кроме дальней ножки. В Кубке России и всероссийских соревнованиях по ушу за призовые места поборолись более 600 спортсменов из 40 регионов. Команда Московской области завоевала 27 призовых мест. Семь золотых медалей в копилку сборной принесли воспитанники Люберецкого клуба единоборств «Кобра». На счету у Полины Потаниной почти два десятка победных поединков. В весовой категории до 56 килограммов в дисциплине «Юнчунь Цуань» спортсменка стала победителем. На самом деле было довольно трудно. Первый раунд я проиграла, второй выиграла и третий просто победил на характере, так скажем. В детстве увидела, как ребята тренируются, меня это очень заинтересовало. Я тоже решила попробовать. И на данный момент я уже тренируюсь 8 лет. Очень нравится просто заниматься единоборствами. Планирую дальше достигать большего. У Матвея Обыденова за плечами больше ста боев. Победа в любых соревнованиях, считает спортсмен, это прежде всего победа над собой. А еще важно слушать и слышать наставника. Всегда было желательно уметь себя защищать. Хотелось заниматься таким активным видом спорта. Ну и в общем мне больше всего приглянулось в боевые виды искусства. А дальше уже получилось так, что я перешел в ушко. Для того, чтобы выиграть, естественно, нужно слушать наставки тренера. Со стороны, думаю, тренеру виднее. Ушу. У нас достаточно жесткий вид спорта. Закаляет дух, стойкость, силу воли закаляет. Он разносторонний в нем есть. Как и борьба, так и ударная техника. И этим он привлекает. Главный момент – надо слушать своего тренера и выполнять. Поддаваться на эмоции. Только холодный расчет. И соблюдать план действия. Этим видом китайских боевых искусств в клубе «Кобра» занимаются более 40 человек. Расслабляться ушуистам некогда. В предстоящие выходные спортсмены примут участие в очередных всероссийских соревнованиях. Люберцы представят 15 человек. Богдан Колесников, Денис Заугольников. Телеканал ЛРТ. Прошел товарищеский турнир по волейболу среди участников клуба «Активное долголетие». Спортсмены старше 55 лет показали хорошую физическую подготовку, яркую и насыщенную игру. За соревнованиями наблюдали мои коллеги. От главы городского круголюбия Владимира Михайловича Волкова от себя лично всех поздравляю с открытием нашего межмуниципального соревнования. Всем желаю удачи, победить сильнейшие, всем здорового образа жизни. Для этих людей здоровый образ жизни не просто слова, а девиз, которому они следуют. За плечами люберецкой команды по волейболу несколько побед на региональных и всероссийских турнирах. Сегодня пришли пополнить копилку своих достижений. У нас настрой боевой, потому что нас очень хорошо поддерживает спорткомитет и также «Активное долголетие». Они нам организовали, выделяют спортзал. Как понимаете, в это сегодняшнее время это очень сложно, но тем не менее мы три раза тренируемся. Кроме люберчан в турнире приняли участие спортсмены из Королёва и Реутова. В каждой команде по шесть игроков и столько же запасных. До 25 счет идет, 25 очков. Если разница идет, ну идет там, допустим, 24-24, 23-23, то идет, соответственно, до плюс двух побед, до двух мячей. Многое зависит от судьи. Почему? Потому что обычно есть люди, которые подслуживаются. Я никогда никому не подслуживаю. Я сужу то, что я вижу. По результатам матчей сильнейшая оказалась люберецкая команда. В следующем году спортсменам предстоит участие в первенстве России. Там активные долголеты планируют сыграть с таким же результатом. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей вы можете найти на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания.